ИлLEGALY, ILEGALY, ILEGALY FRANS ИлLEGALY, ILEGALY, ILEGALY FRANS ИлLEGALY, ILEGALY, ILEGALY FRANS ИлLEGALY, ILEGALY Здравствуйте подписчики, здравствуйте зрители и здравствуйте те, кто зашел на этот видео урок чтобы понять, как же обрабатывать или редактировать видео в 2К то есть 2560 на 1440 И в 4К, то есть 3840 на 2160, либо 2160p. Ну что же, я объясню вам, как, собственно, это сделать. Нам понадобится всего лишь одна программа. Это Vegas Pro, 18-я версия. Вот, значит, Magic, именно Magic Vegas. Magic выкупила права у Sony. И теперь эта программа называется либо Magic Vegas, либо просто Vegas Pro, не Sony. Sony уже, так скажем, в прошлом. Ну что же, не будем затягивать, просто открываем эту программу. Ссылку на неё я оставлю в описании под этим видео. Так, ну что же, всё очень просто на самом-то деле. Сейчас я вам расскажу, что нужно включить, что нужно отключить и зачем. Значит, у нас пустое пространство. Мы просто сюда кидаем любое видео абсолютно, которое вы хотите редактировать и в итоге обработать в 2К или 4К. Вот, ну например, например, например. Вот, у меня это всегда было вот это видео. Вот черновик. Вот мы добавили сюда, сюда видео. Теперь, что мы делаем? Мы нажимаем на вот эту шестерёночку и здесь ставим то разрешение, в которое мы хотим. Ну, понятно, что Full HD нам уже не нужно, это уже не то. Нам нужно либо 2, либо 4К. Ну, например, 2К. Ставим тут 2560 на 1440. И нажимаем Apple применить. Но всё равно, всё равно при каждом заходе в Vegas это будет всё равно по умолчанию ставиться. Ну, когда как. Когда будет ставиться, когда не будет. Когда как. Всё. Всё, теперь переносим данное видео сюда. Нажимаем всегда принимать параметры. Но в итоге при новом заходе всё равно будет эта надпись выскакивать. Поэтому нажимаем Yes и к этому просто привыкаем. Вот у нас видео. Что мы делаем дальше с этим видео? Чтобы его... Оно у нас, к примеру, записано в 360p или в 1080p. Нам нужно его в 2К сделать. Но сразу говорю, народ, сразу говорю, если у вас видео в 360p сделано, то даже если вы его сделаете в 2К и у вас YouTube покажет 2К, само по себе качество заметно не будет. Так что записывайте видео хотя бы в 1080p и только потом его редактируйте в 2К или 4К. Но лучше всего в 2К. С меньшего ракурса смысла нет. Нажимаем правой кнопкой мыши именно на видео. Потом нажимаем свойства. А, нет, нет, не то. Вот, это я на аудио нажал. Вот, нажимаем на видео, нажимаем свойства. И самое важное здесь мы, что мы делаем, это нажимаем отключить рассамплирование. Зачем нам нужно его отключать? Чтобы у нас при обработке видео, и когда оно у нас уже обработалось, и мы его смотрели, чтобы не было подёргиваний вот этих вот. Как будто отключена вертикалка. Такое чувство. Ну, если бы это было в игре. Чтобы не было вот этих вот дёрганий, чтобы половнее была картинка. Для этого нужно это отключать. Но в чём сложность? В том, что если вы, например, добавили не одно видео сюда, а несколько видео, например, штук 5-10, вы все, во все 10 должны нажать отключить рассамплирование. То есть, например, вот у вас одно видео, вот у вас ещё одно добавилось, и вы сюда тоже должны поставить отключить рассамплирование. То есть, не будем заколебать. Вот, то же самое. Сюда отключить рассамплирование, и сюда то же самое в третье видео, и в четвёртое, и так далее. Пока вы везде не проставите. Да, это минус, но это так надо сделать. Что же дальше? Вот вы, собственно, это я удалю. Собственно, вот вы уже сделали видео, вам нужно уже его редактировать. Что же нужно дальше делать? Мы кнопку мыши проставляем вот так сюда, до вот этой вот стрелочки, которая стрелочка мыши, и справа от неё ещё стрелочка в одну и в другую сторону. То есть, вот, смотрите, ещё раз показываю. Вот добиваемся вот этого вот логотипчика, вот этого вот, который сейчас у меня мышка стоит. Нажимаем левую кнопку мыши, удерживаем, и введём в правую сторону, чтобы выделить тот фрагмент, который мы хотим обработать. Вот, такие дела. Я надеюсь, Димыч Андреевич меня не убьёт, то, что я это видео добавил. Я его не включал, я просто его добавил, и, собственно, ничего там страшного такого нет. Вот, значит, всё, отпускаем теперь. И у нас выделился тот фрагмент, который мы хотим обработать. Что же мы делаем дальше? Вообще, лучше от греха подальше, когда вы уже видео всё отрендерили, и готовы уже его обрабатывать, вы нажмите лучше файл, и сохранить как? На всякий случай, ну, вдруг там свет выключится, или что-нибудь ещё. Но вообще, если резко вырубается программа, то, по идее, автоматом сохраняется видео, фрагмент. Но не всегда. И то, сохраняется фрагмент видео не в том месте, где конкретно у вас уже было. Он чуть раньше сохранится, фрагмент, чуть позже. То есть, лучше сохранять сейчас, чтобы потом не мучиться. Так, извиняюсь за разглагольствование. Значит, мы что делаем дальше? Выделили фрагмент. Нажимаем визуализировать как. И всё, у нас появляется вот такое вот окно. Значит, что же мы делаем дальше? Тут самое-самое важное. Мы выбираем для лучшего качества. Я лично выбираю Magic, AVC, AAC, MP4. Это, скорее всего, лучший самый формат из всех. Выбираем именно его. И здесь у нас выбирается качество, которое мы хотим обработать. Качество и количество пикселей. И режим. То есть, через что мы будем обрабатывать? Просто так? Или через вашу видеокарту? Значит, сразу вам говорю. Вот, уже. То есть, в 4К уже представлены черновики, через которые мы будем обрабатывать. То есть, 2160p это уже 4К. Тут всё просто. Просто нажимаем. 2160p это 4К. И тут показано количество кадров в секунду, в котором будут обрабатываться. То есть, 59, 94 это равно 60. Потом 25, 29. Вот, сразу говорю. Обрабатывайте в той частоте кадров, в которой у вас и было, собственно, записано видео. В той обрабатывайте. То есть, если у вас было записано видео в 30 фпс, то смысла в 60 фпс обрабатывать нет. Обрабатывайте в 29, там 0,97. Если в 60 фпс записано, то обрабатывайте в 59, 94. Теперь самое важное. Если у вас видеокарта есть, в принципе, есть видеокарта, например, AMD или NVIDIA, то нажимайте то же самое. То есть, 59, 94 не просто так, как фпс, а именно где написано NVENC. Либо NVENC, либо будет написано AMD. Если у вас AMD. У меня NVIDIA, у меня NVENC. Почему это нужно выбирать? Потому что так будет намного быстрее обрабатываться. То есть, ничего, качество не потеряется, просто будет обработка реально быстрой. Реально быстрой. Раньше на старом компьютере и со старым Sony Vegas Pro 13 у меня видео 40 методное обрабатывалось 2,5-3 часа. Реально это было так. И то оно обрабатывалось в 1080p. А теперь, получается, с новой версии Vegas Pro 18 и новой сборкой компьютера, у меня видео обрабатывается 40-минутное не 2,5 часа тетерии, а всего лишь минут 20. То есть, да, именно так. Поэтому выбираем NVENC, либо AMD. И просто затем выбираем, куда у вас будет сохраняться ваше видео. Выбираем папку сохранения. И ставим название вашего видео. Либо оставляем без названия, либо ставим название. Все. Как в 4К я вам рассказал. Теперь самое-самое важное и немножко посложноватенькое. Посложноватее, так скажем. Это в 2К. Как же обрабатывать видео в 2К? Собственно, если у вас видео изначально записано в 1080p, то есть в Full HD, то в 4К как-то смысла-то особо-то в это и нету обрабатывать. А вот в 2К еще есть. Поэтому лучше всего обрабатывать в 2К. Видео записано изначально в 1080p. Что для этого нужно? Тут не представлено 2К. То есть 2560 на 1440 пикселей не представлено. Тут только в 4К и в Full HD просто. То есть в 4К и просто в Full HD. Нам нужно это в 2К как-то сделать. Что для этого нужно сделать? Мы выбираем. Если нам нужно в 2К, мы выбираем интернет в 1080p и частоту кадров. Которая нам нужна. Ну вы сами смотрите, если у вас видео было записано. Ну я уже говорил, уже распинался 100 раз. Вы уже поняли, я надеюсь. Выбираем то же самое NVENC либо AMD. И количество кадров, в которые будем записывать. И теперь самое главное, самое важное. Мы нажимаем на Customize Template. Зачем мы сюда нажимаем? Затем, чтобы уже в этом вот черновичке сделать видео в 2К. То есть в 1440 пикселей. Значит, что здесь нужно сделать? Смотрите внимательно, паузите, зацикливайте и прочее. Значит, здесь. Сначала здесь. Здесь мы ставим Customize. Ну, Custom Frame Size. То есть, чтобы мы сами выбирали разрешение. И чтобы нам сделать видео в 2К, нам нужно выбрать 2560 на 1440. Это первое, что нужно сделать в этом черновике. Затем, где Frame Rate. У нас стоит 59,94. Или у вас будет стоять 29. Там, если у вас 29 было видео записано изначально. Здесь мы ставим просто Allow Source. To adjust Frame Rate. Сейчас я вам объясню, зачем все да как. У меня почему-то этот момент не русифицировался в версии Magic Vegas этого. Далее. Что мы делаем далее? Теперь. Two Pass. Мы ставим галочку здесь. И здесь мы выбираем что? Не 40 миллионов. А выбираем 50 миллионов. И здесь 50. И здесь 50. Затем мы переходим в Audio. И в битрейте мы ставим 320. Это самый оптимальный битрейт. Аудио. Все. Мы все сделали, что нам нужно. И теперь нажимаем ОК. Все. Теперь у нас видео будет обрабатываться в 2К. Нажимаем ОК. И как мы видим здесь, над этой полосочкой стоит звездочка. То есть черновик. Звездочка в скобочках. То есть черновик. У нас видео будет теперь в 2К. Я не знаю, почему Magic не внес 2К. Ну, саму 2К. То есть 4К он внес. Full HD он внес. А 2К он не внес. Я не знаю почему. Без понятия. Теперь, собственно, покажу вам то же самое, только получается в русской версии. Тут у моего друга Павла Дак, который мне посоветовал. У него здесь русская версия. Этого вот окошечка. Здесь вот где FPS. Позволить источнику настраивать частоту кадров. Но это важно. То есть, чтобы у нас не было таких подтормаживаний резких и прочих всех херней. Так что ставим здесь галочку. Почему здесь ставим? У нас здесь двухпроходное кодирование. Я сам как-то не особо в этом разобрался. Зачем можно включать. Но его включать нужно. И, может быть, кто-то из вас поймет. Я не особо понял. Но, может, кто-то из вас и поймет. У меня здесь еще сохранено. Вот. Двухпроходное кодирование. Нужно его включать. Она происходит в два шага. В первом проходе ничего не кодируется. А только определяются и записываются сцены во временный файл. Определяется, в каких сценах, на каких именно фреймах происходит интервью. Интенсивность движения. Ну, я, честно, так особо-то и не разобрался. Вот. В этом двухпроходном кодировании. И почему. Но его включать нужно. Просто включайте. И все. Хуже от этого не будет. Это единственный момент, который я вам толком объяснить-то, по сути, не могу. Не знаю. Почему? Просто не могу. Не особо я понимаю. Почему? Собственно, вот так. Значит, еще раз тут включаем. Значит, когда вы уже все сделали, здесь все уже выбрали, как я вам показал, вы уже выбрали папку сохранения, название видео, нажимаем рендер. Просто нажимаем рендер и ждем. Здесь у вас будет двигаться видео. И если вы выбрали Senveng или AMD, у вас оно будет двигаться намного быстрее. То есть, и получается, даже 40-минутное видео у вас будет, получается, редактироваться 20 минут. Да, именно так. Потому что ускорение происходит за счет видеокарты. Вот так вот. Да, народ. Вот так вот это работает. И обязательно это все делаем именно с новой версией Вегаса. Magic Vegas. Лучше с 18-м. Ссылку на нее я все-таки оставлю вам в описании. Проходите, скачивайте и все. В общем, я вам в этом видео уроке рассказал, как же обрабатывать видео в 2К и в 4К. Надеюсь, вам это видео понравилось. Много разглагольствовало. Но нужно было все по полочкам разложить. Ставьте оценки, ставьте лайки, кому помог. Или дизлайки, кому не помог. Ну, по идее, должен всем помочь. По идее. По идее, должен. С вами был Кирилл Жевский. Желаю вам всем успехов, всем удачи и всем пока. Увидимся, друзья.